да всем привет ребятам и мы сегодня наконец-то выложили это видео видео новые рубрики вообще мы давно не создавали новых рубрик наверно года четыре ладно пожалуй сам рождение да и на самом деле вдохновил нас точнее меня александр гельман показал он одну партию роберта стила железного поистине железного человека который несмотря на все угрозы черных повел своего короля ставить мат при полной доске фигур ну и собственно мы я лично вдохновившись и рассказав никите этой идеи он не поддержал и показал вот такую интересную партию к сожалению он он роберта стила наверное маленький ну рейтинг или уровень или вообще его нету ну вот а здесь ребята вполне сильные да я скажу скажу что это конечно партии того некого роберта стила субботок он не был ну что ошибок не было примерно 5 на 1 квадратный сантиметр и да в данной партии мы имеем двух газмейстеров с рейтингами за 2 700 которые входят мировую элиту играли они не в парке а в супер турнире в биле да мы приступаем представим наверно сначала газмейстеров белыми играл достаточно широко известный даже не было не столько благодаря стиле своей игры сколько благодаря исключить оборудованному поведению то есть много случаев известно когда давид навара ну в общем там доходило до смешного то есть он прощал людям прощал своим соперникам правило взялся ходи прощал падение флажков в блиц и рапид партиях и так далее в общем во многом благодаря такому своему поведению известен давид навара ну к тому же это очень сильный гроссмейстер который в один момент рейтинг превышал 2 750 первый номер чехии ну а черными играл родослав вайташек первый номер польши секундант вишманатана ананда тоже очень сильный гроссмейстер как видите на аренд партии его рейтинг был даже немного больше чем у давида партия была сыграна в 2015 году как я уже говорил в супер турнире в биле в швейцарии и наваривал белыми случился вариант найдорфа один самых популярных дебютов в современной практике должен сказать что мы записываем это видео в момент проведения турнир оптимальонов интендентов и вот буквально сегодня я пересматривал партии турнира претендентов и был очень удивлен должен сказать что неприятно удивлён тем что было когда cheerful турнира нет не было наьдах вообще что как бы достаточно по моему удивить научить должу на давидонса для дебютах один из самых интересных с малолетки перебью тебя я считаю что он обязательно будет он будет тогда когда партия действительно будет нужно будет необходимо выигрывать. Их уже давно было необходимо выиграть. Ну ладно, я не договорил, потому что самое главное, что не было Найдерфа, что как бы еще могло быть объяснимо. Но не было вообще сицилянки. Вы не поверите, в турнире претендентов по состоянию на 10-й тур не было ни одной сицилянки. При том, что очень острые партии были. Но сицилянок не было. Я удивлен. Ну ладно, в партии была Найдерфа, как я сказал. Вариант стал Е3-11. Популярный. Настоящий момент самый популярный. Ну и Е5. Конечно, у черных здесь есть широкий выбор. Вот в комментариях на английском языке, которые видите справа, указано, что еще играет Е6 и Кж4. Стоит на самые популярные ходы. Ну и Аш-3. Основной ход здесь Ф3, там свой пласт теории. Но Аш-3 тоже интересный вариант, который становится все более и более модным. Я не буду здесь зацикливаться особо на дебютной теории. В первую очередь, потому что я не особо хорошо с ней знаком. У меня в репертуаре другие дебюты. Ну и во вторых, потому что очевидно, что шахматисты, по крайней мере, до 20-го здесь исполняли все по домашней подготовке. ЛЕ7, Ж4. Это не атака. То есть ни с какой идеей атаки на короля это не связано. Это связано с тем, что белые на самом деле трейм-коды просто усиливают свой контроль над пунктом Д5. Дело в том, что если черных подобных позиций проведут Д5, обычно они получают хотя бы, по крайней мере, равенство. Ж4 — это косвенная защита пункта Д5. Теперь на Д5 последует Ж5 всегда. Ну и, в принципе, белые готовы согнать этого коня. Все на черные проводят Д5. И да, ну то есть если сейчас будет сыгран, например, два ноля или что-нибудь еще в этом духе, то после слон Ж2 уже Д5 не проведешь. И, ну, у белых небольшой позиционный перевес. Поэтому, ну, решение объяснимо. А теперь на Ж5 поставят просто конь Е4. С хорошей позиции у черных. Успевают у черных готовиться. Поэтому надо брать. Слон Ж2. Да, но и белые могут быть в некоторой степени довольными тем, что они вызвали ранний кризис. Вроде бы структура у них хорошая, они вскрыли центр, но немножко рановато. Коин Д8 еще не развит, король стоит на Е8. Поэтому сейчас какую бы фигуру черную ни взяли, у них будут опотелённые проблемы. То есть на конь Ц3 последует Ферст Д8. Взяли БЦ. У черных, опять же, даже лучше структура, но слон давит. За меня уже заботливо стрелочки нарисовали, я только приготовился рисовать. Ну и конь прыгает на Ц5, а теперь шка БЦ слабая. В общем, это всё уже про всё уже рассказано. Поэтому конь Е3 сильнее, по крайней мере, черные вырубают более сильную фигуру. Всё равно портят структуру белых. У Д8 здесь сказано, что именно в этом черные впервые задумались, потому что рассматривали ход король Д8. Может быть, это было даже чуть сильнее. Но Навара, очевидно, всё уже следовало своей дебетной подготовке. Шар, король Ф1. Обратите внимание, это первый ход королём. Пока не самый агрессивный, скажем так. Но посмотрите, что произошло дальше. Конь Ц5. И вот до этого момента это 15-й ход, всё это встречалось. В том числе, как видите, похожий, ну не похожий, а этот же вариант встретился в партии двух моих знакомых, практически ровесников, Максима Вавульна и Дмитрия Гордеевского в Москве в 2014 году. Но здесь уже рассмейстеры, которые играли в этой партии, уклонились. Б3. Обратите внимание, у чёрного слона я жду, когда нет нормального поля отхода. Поэтому чёрные пытаются применять тактические способы удержания своих висячих фигур. Слон Ж5. Теперь на БЦ слон Е3, слон Ц5. У чёрных 3-рес. Надо защищать пешку. Слон А4. Обратите внимание, казалось бы, белые убирают ладью Б1. Казалось бы, в чём разница на А1 или на Б1. На самом деле, ладья на Б1 намного-намного сильнее. И, собственно, потом станет понятно, почему. Слон Ж5, король Ф2, слон А4. Дело в том, что белых два хода, это король Ж1, но после король Ж1 приходится соглашаться на ничью. Что выглядит логично, и это то, что показывает компьютер первой линии. Но Навара сыграл король Ф3, и по его признанию на пресс-конференции, которую я смотрел практически в режиме онлайн, вот в этот момент заканчивалась его подготовка. То есть, он знал, что можно сыграть король Ф3, на Е4 можно сыграть король Ф4, а белые не получают мат. Но, как бы, не более того, и на самом деле ход король Ф4 достаточно рискованный. То есть, Навара опустился в это путешествие. Так, прошу прощения. Да, король Ф4, Навара опустился в это путешествие. Ну да. И вот здесь вот... Вариантов проведено. Да, ну, я не знаю, стоит ли впускаться в анализы, которые здесь космонистер Игорь Штоль, который прокомментировал эту партию. Ну, давайте не будем. Чёртные сыграли с Ж5, это было не сильнейшим решением. И, более того, король Ф4 было не сильнейшим решением. надо брать на Е4, получается после этого вот такая вот ничья, на самом деле. Ну, Навара решил играть на победу, связанно с некоторым риском. Ж5, король Ф5, ладья Е8. То есть, обратите внимание, чёрные игнорируют угрозу своему слону. Но он стоит уже ходов в 15. Не, ну, пока чёрные давали шахи, а участвует никакого шаха нет. Но здесь на БЦ последует не напрашивающийся ладья Е5, где белый сохраняет переезд после короля Ф6, а более сильный ход ладья Д6. Таким образом, король отсекается, уже грозит мат в один ход. Белым приходится делать хадриводик кунь Д3, ну и в конце варианта здесь, поверьте, поверьте, играю на слово, чёрные получают перевес. Поэтому ладья Д1 надо играть, ладья не пропускается на Д6, и поэтому белый король после этого не находится под угрозой матовой атаки. И ладья Е5. И вот это, на самом деле, единственная серьёзная ошибка за партию чёрных. То есть, они упускают тот небольшой перевес, который они получили. на самом деле, вот эта позиция объективна с небольшим перевесом чёрных. Но чтобы это доказать, в этой позиции вайтаж, куда надо было охладить свою кровь просто до 0 градусов по Кельвину, сыграет слон Д3. Ну, это ужасно. Это просто перекрытие. То есть, критически важно поставить от Д1 на Д6. Здесь очень сложные варианты. Вы видите справа третье полотно. Очень много ходов с двумя восклицательными знаками. Опять же, кому интересно, просто найдите эту партию в базе Навара Вайташик 2015 год. Это несложно. Очень хорошие комментарии играют, что ли. Ну, и, собственно, просто можете включить движок и сами докопаться до примерно всё тех же вариантов. В общем, белым представляли бы тяжёлые времена в случае хода слона Д3. Ну, понятно, что в практической партии сделать его невероятно сложно. Вайташик дал шаг, потом оказалось, что координации черным фигурам не хватает, пришлось играть Ладежа 8. Обратите внимание, белым опять грозит матом один ход. Это, как бы, по-моему, хорошее объяснение для авторского названия вот данной рубрики. Я боюсь, что Кевилл его сменит, но, тем не менее. В БЦ, Ладежа 6, Король Ф7, Ладежа 7, Король Ф8. Ну, как мы видим, Король прошёл с первой горизонтально на восьмую, но его путешествие на этом не заканчивается. Шаг, Король Ф8, Ладежа 6. То есть белые всё ещё могут сделать ничью, у чёрных не хватает ресурсов, чтобы бороться за победу, но Наваро явно хотел выиграть такую партию, поэтому на Ладежу 6 сыграл Король Ф8. Ну, и как бы... Так, я тут пытаюсь нарисовать стрелочки. Получается пока плохо. Да, прошу прощения. Что-то... Стрелочки, это не моё. В общем, Король прошёл с Е1, через Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ж8, Наш8. Всё это время ему давали шахи, создавали угрозы маты в один ход, ну, и так далее. В общем, преследовали Белого Коля всяческие неприятности. Ну, как ни странно, на Ф8 он чувствует себя в относительной безопасности. И чёрным мешает и уже собственная пешка. То есть, если они дали бы здесь шор, то была бы ничья. Ну, приходится играть на Ф6, опять, опять угрожая матом в один ход, Ладежа Ф1, защищаясь, и слон Ф2, и это перекрытие. И мат на Ф8 грозит всерьёз. Здесь было два способа от него защититься, это Конь Е6, и Ладежа Ф2, как было сыграно в партии. Но Ладежа Ф2 сильнее, и оставляет белым хорошие шансы на победу. Ладежа Ф2, Ладежа Ф1, Ладежа Ф2. Теперь уже у чёрных на какой-то короткий миг материальный перевес, у белых всё ещё король на Аш8, но здесь форсированный вариант, Ладежа Ф8. То есть, сыграл здесь в айтаже король С7 совершенно правильно. Чёрные могли сохранить лишнее качество путём Конь Д8. Но если мы присматриваемся к этой позиции, то видно, что она у белых выиграна. Неожиданно именно чёрный король попадает под очень серьёзную атаку. То есть, уже грозит Конь Д6 просто с матом в два хода, и нормальной защиты от этого нет. Ну, как бы для белого короля вот это ладя на Ф8, это как глоток воздуха свежего. Ну да, белому королю ничего не грозит, а чёрный король, видимо, получает мат. Поэтому король С7 это правильное решение. Конь Д5. Ну, совершенно невозможно не сыграть Конь Д5, но как мы видим в комментариях Грозмейстера, что ли, здесь Конь 5 на Е4 выигрывал на месте. Ну, согласитесь, но такой шаг просто рукой делается. Конь Д7, Король С5, Ладья Ф5. Всё ещё у белых сохраняется большой перевес. Ладья Ж5, Ладья Ж3, Х4. Ну и вот здесь длинный вариант приводится после Ладья Е3, где объективно чёрные удерживают равновесие. Х6, Король С3, Король Ж6, Е2, Х7, Е1 ферзь, Х8 ферзь. Даже буду позицию оценить не так легко. Я думаю, что Вайташик испугался, что просто дадут мат и восходящие силы. Потому что общее правило для таких позиций, где проводятся оба ферзя, и нет никакого пешного прикрытия у королей, что кто первый начинает давать шаг, и тот и выигрывает. Но, по-моему, это было бы, кстати, очень красиво, если Бартия закончилась бы таким образом в ничью. Теперь чёрный король прячется на А1, у белых нет способа усилить позицию, то есть приходится давать вечный шаг. Но это был сороковой ход, то есть у Вайташика было буквально несколько, ну, десятки секунд. Сыграл на А6, но это решающая ошибка, и вот эта позиция выиграна у белых. Ладья Е3, король G7, Ладья Ж3, король А6, Е3. Здесь уже Навара допустил неточность в ответ, и она, в общем-то, достаточно серьёзная. Ну, на самом деле, гроссмейстеров можно понять, это уже сороковой ход после контроля, и пришлось всю партию очень напряжённо считать варианты, ну, потому что по-другому при таких прогулках, обоюдных прогулках королей не получится играть. Ну, и наступила, видимо, усталость, G5 здесь выигрывала форсированно. После король G5 черные опять получили шанс спастись, надо было сыграть король C3, что, в общем-то, непросто сделать, потому что черные дают пешку с шахом, но, на самом деле, вот тут вот в длинных вариантах получается ничья снова. Король F4, Ладья А6, опять же, выгодит так, что белые должны успеть со своими пешками, тем более, у них их три проходные, на самом деле, вот эта позиция ничейная. Ну, опять же, я думаю, что в какой-нибудь середине 20-го, в какой-нибудь середине 20-го века, вот, все эти варианты, команда аналитиков, там, человек из 10-ти устанавливала бы несколько месяцев, но с компьютера это все немного проще. Тем не менее, Вайташка не стреляла король C3, стреляла король D5, защитила эту пешку, ну, и после этого Навара довел партию до победы. То есть, пешка E останавливается, черный, ну, черный на самом деле просто порезал, они ничего не могут сделать. На движение пешки C ничего не дает, и Субарс Ладью теряется на E3, ну, и на самом деле черные стук-сванки просто-напросто, и поэтому Радослава Вайташек в этой позиции сдался. Ну, что с Кашкой? Безумная, безумная. Ну, мало того, что она безумная, это еще и все-таки не совсем Садова-Парковая Блиц, хочется такую партию во-первых выиграть, а во-вторых призовые деньги наканул в супер-турнер. Да, и результат, конечно, за смелость. Да. Вот Вайташек не нашел себе смелость провести короля на А1, проиграл. А Навара завелся вон короля на А8, под матом его грозами, выиграл. Делайте вывод, шар потом надо играть смелее. Да, E4, король E2, король D3. И все. И если ваш Татяна четвертый разряд, то у вас есть шанс спастись. Да. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем спасибо.